Здравствуйте дорогие рукодельницы! Я Нина Тарасова и я рада вас приветствовать на своем канале. В этом видео я покажу, как я делала вот такие вот бантики. Для таких бантиков я использовала атласную ленту шириной 4 см. Нужно будет 6 отрезков длиной 7 см. И ленту шириной 2,5 см нужно будет 5 отрезков длиной 5 см. Также нам нужны будут зажигалка, 2 резиночки, 2 фетровых кружочка диаметром 3 см, 2 серединки, 2 фетровых отрезка длиной 4 см шириной 0,5 см, ножницы, клей горячий пистолет и иголка с ниточкой. Вот, рассказала я вам, что нужно нам будет для бантиков, да? И вот один бантик у меня уже готов. Вот такой вот симпатичный бантик получился. Вот, резиночка здесь, все как надо. И сейчас как делать, я и вам покажу. Значит, то, что мы нарезали вот эти вот отрезочки, нужно подпалить вот эти вот кончики, краешки, чтобы у нас ничего не осыпалось, да? То есть я все уже их подпалила. Вот, и теперь собираем на ниточку. Складываем вот так вот пополам. И собираем на ниточку, на иголочку, на ниточку. Так вот, иголочкой собираем. Все шесть отрезков, больших, которые больше. Ну и маленькие, то же самое, так же все делаем. Так, я собрала на ниточку все. И стягиваем. Стягиваем, образуем такой цветочек. И с первым бантиком, с первым отрезочком сшиваем. Сильно не затягивайте. Вот так вот должно получиться у нас. Так, здесь ниточку нужно хорошо закрепить, чтобы он у нас нигде не развязался, не распустился. Бантик этот. Хоть мы там склеивать будем, но все равно. Вот, ниточку эту обрезаем. И аналогичным же способом, вот видите, какой красивый бантик получается. И аналогичным способом, маленькие отрезочки, то же самое, так же собираем на ниточку. Все у нас отрезки опалены. То есть кончики у нас не махрятся. Вот, и собираем отрезочки второго цветочка. Так, здесь у нас их пять количество, да? То есть если больших у нас шесть отрезков, маленьких пять отрезков. Так же сшиваем все аккуратненько, не затягиваем сильно. Все, ниточку закрепляем здесь. Вот, обрезаем. Так, ниточка нам больше уже не нужна, будет иголочка. И вот так вот у нас получается, да? Так, теперь еще приготовим сразу резиночку, да? Значит, у меня вот такие фетровые кружочки, но их можно также приготовить из фетра самим. Я в помощь беру себе такую вот линеечку, да? И какой любой диаметр просто обвожу и вырезаю. Просто удобно. Можно, конечно, и без линеечки обойтись, но с линеечкой удобно. Ну, вот это у меня готовые фетровые такие кружочки. Так, что нам надо сделать? Нужно нам здесь такие вот две прорези сделать. То есть я просто складываю так вот пополам. И аккуратненько делаю два таких надреза. Вот так вот. Вот таких вот два надреза делаю. Затем беру такой кусочек фетра тоже. Вырезала из этого фетрового фетра. То есть размер чуть больше вот этого кружочка. Для чего? Для того, чтобы нам не бояться, что хватит или не хватит. Лучше пусть больше будет, чем нам не хватит. Потом мы лучше обрежем. Вставляем в одну прорезь. Вот так вот, да? Теперь вставляем сюда резиночку. Так вот одеваем на этот кусочек фетра. И второй кусочек фетра. Второй край, второй кончик этого фетра мы пропускаем через вторую прорезь. Вот. И вот так вот у нас получается. Вот видите? То есть даже здесь ничего и не лишнее. Очень все хорошо. Теперь вот эти вот места горячим пистолетом приклеиваем. Так вот один кончик залепили. И второй. Вот. Все. Лишние вот эти вот обрезаем. Чтобы здесь ничего не торчало. Все, что было красиво. Давайте сначала вот эти склеим, цветочки, а потом уже приклеим основание. И вот так вот аккуратненько приклеиваем. Если необходимо, расправляем. Чтобы все было красиво, да? Вот. Сюда приклеиваем серединку, какую вы выбрали. У меня вот такая вот серединка будет. Также ее намазываем клеем и приклеиваем. Тоже так подправляем, где надо. Вот. Все. И теперь вот это вот основание резиночки тоже наклеим. Клеим, промазываем. И приклеиваем к задней стороне бантика этого. Все хорошо прижимаем, чтобы все хорошо приклеилось. И вот такой вот бантик у нас получился. Вот такие вот два бантика. Очень красивые. Вот. Еще один бантик сделала я вот такой. Здесь у меня серединка. Вот такая вот кити. Но здесь немножко размеры я другие сделала. То есть лента здесь 2,5, по-моему, да? Давайте посмотрим. Ну да, 2,5, наверное. Да, 2,5. И эта лента тоже 2,5. Здесь размеры я сделала вот эти 6 см, эти 4 см. Ну, этот вот маленький бантик получился. Вот. И вот такие бантики хорошенькие для куколок. Также можно и для девочек. Вот. Вот такие симпатичные бантики. Вот такая вот красота. Я надеюсь, у вас тоже все получилось и вам все понравилось. Делайте такие бантики, меняйте размеры, меняйте размеры бантик, самих ленточек. Берите больше, меньше, и пробуйте. Это очень легенькие бантики, несложные абсолютно. Вот. Такие симпатичные бантики получаются. Вот. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. С вами была я, Нина Тарасова. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok